Миллиард 300 тысяч рублей в этом году направят на ремонт барнаульских дорог по национальному проекту. На 11 объектах работы уже идут полным ходом. Другие начнут приводить в порядок в ближайшее время. Какие дороги преобразятся, где появятся абсолютно новые и по какому принципу объекты включают в нацпроект, нам расскажет заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курыша. Здравствуйте, Андрей Александрович. Здравствуйте. Давайте начнем с сумм. Вот миллиард 300 тысяч на дороге. Это больше или меньше, чем в среднем за последние годы? Или же финансирование, оно вот такое примерно одинаковое? Город Барнаул участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» с 2017 года. За 7 лет реализации данного проекта в уличную дорожную сеть было вложено без малого 7 миллиардов рублей. В текущем году запланировано финансирование в размере 1 миллиарда 344 миллионов. Это на 44% больше, чем финансирование прошлого года. Если брать по годам, то финансирование в рамках этого проекта, оно варьируется от 860 миллионов рублей до вот этой максимальной суммы, которая выделена в этом году, до 1 миллиона 344. По какому принципу объекты включают именно в национальный проект? Основная национальная цель проекта «Безопасные и качественные дороги» – это комфортная и безопасная среда для жизни. И основной показатель целевой, который должны мы достигнуть за время участия в этом проекте, к 2024 году, доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна составлять 85%. Вот за 7 лет участия в 2017 году город Барнаул начал реализацию этого проекта, и в этот проект мы вошли с показателем 37% дорог, соответствующих нормативным требованиям. И к 2023 нам удалось поднять этот показатель до 82,7%. И вот учитывая такой достаточно серьезный объем финансирования в этом году, количество объектов, вошедших в эту программу, их будет 20, к концу 2024 года я считаю, что мы однозначно достигнем показателя 85%. Ну и соответственно, один из основных показателей на включение в эту программу является то, что дорога должна не соответствовать нормативным требованиям. У нас два раза в год проводится обследование уличнодорожной сети в весеннее и в осеннее время, составляется перечень этих дорог. Приоритет, конечно, отдается тем дорогам, по которым проходит магистральное движение, где проходит общественный транспорт. Ну и, конечно же, те дороги, которые у нас ведут к социально значимым объектам. При совпадении всех этих показателей участок дороги, либо дорога попадает в ремонт в рамках национального проекта. То есть учитывается состояние, учитывается загруженность дороги, да? Да, да, да. И ведет ли она к социальному объекту. А вот если посмотреть с точки зрения самого объекта, да, это хорошо, если он попал в национальный проект. То есть финансирование в данном случае будет, может быть, больше, чем если это, допустим, по программе, там, краевого уровня, муниципального ремонта. Мы должны понимать, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» подразумевает различные уровни финансирования. Это как федеральный бюджет, так и краевой, и, конечно же, городской бюджет. Если дорога не попадет в ремонт в рамках национального проекта, то ее придется делать в рамках текущего содержания автомобильной дороги за счет городского бюджета. Это маленько другие виды работ. Эти работы делаются для поддержания дороги в нормативном состоянии. Если мы говорим про дороги, которые участвуют в проекте «Безопасные качественные дороги», то там более емкие и трудозатратные проводятся работы. Это фрезерование полностью верхнего покрытия асфальтобетона, это как минимум. Это укладка выравнивающего слоя, восстановление либо устройства бордюр и поребрик, это ремонт либо устройства тротуара, это восстановление благоустройства, это нанесение разметки, это установка новых дорожных знаков. То есть если мы говорим про работы, которые в рамках проекта проводятся, то это более объемные и капиталоемкие вложения. И после этого дорога попадает на гарантию подрядной организации в течение от 4 до 7 лет, в зависимости от видов работ, подрядчик несет гарантийные обязательства перед городом за состояние этой дороги. То есть три источника финансирования позволяют сделать более емкий и более такой качественный ремонт дороги, у которого еще и, возможно, срок гарантии дольше, да, получается? Да. Так вот, каким же дорогам Барнаула повезло в этом году попасть в нацпроект? В текущем году в рамках выделенного финансирования, еще раз озвучу сумму, это 1,344 млрд рублей, у нас будут построены, реконструированы и отремонтированы 20 участков дорог. Хотелось бы, конечно, отметить наиболее важные для города и для жителей. Если взять микрорайон Дружны, то это знаковое строительство двух дорог в рамках проекта. Это дорога 65 лет Победы от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта, улица 280-летия Барнаула от улицы 65 лет Победы до улицы Попова. И, конечно, не могу затронуть улицу Сергея Семенова от улицы Солнечная Поляна до улицы Попова, но она будет реализована, строительство этого участка не в рамках проекта национального, а за счет использования инфраструктурного бюджетного кредита. Тут жители этого поселка у нас получат развитую инфраструктуру, возможность подъехать на машине, будет произведена перекладка сетей, сделана ливневая канализация, устроены тротуары, построено освещение, восстановлено благоустройство и посажены будут деревья и кустарники на данных участках. Конечно же, хотелось бы сказать о таких улицах, как улица Северо-Западная и проспект Энергетиков. Это улицы магистральные, социально значимые, по которым проходит и общественный транспорт, и достаточно серьезный дорожный трафик проходит по этим участкам. Все остальные дороги, которые включены, они также нуждаются в ремонте, но они уже, как сказать, не менее значимы, но они не являются магистральными либо основными улицами. Но в любом случае они требуют ремонта. Приведу несколько из них. Это улица Короленко, улица Чернышевского, улица Фурманова, которая соединяет у нас две важные транспортные, два транспортных узла. Это Павловский тракт и улицу Власихинскую. Ну и другие участки. Я правильно поняла, вот если что, поправьте меня, что улица Сергея Семенова – это абсолютно новая асфальтированная дорога, да? Да, это строительство дороги. И вот помимо нее, где еще у нас абсолютно новые дороги появятся? 65 лет победы от Сергея Семенова до Павловского тракта. Новая дорога, которая уже сейчас строится. Улица 280-летия Барнаула. Улица 65 лет победы до улицы Попова. Новый участок дороги построены. Один участок ведется строительство, второй новый будет построен. Ну то есть, иными словами, можно сказать, что Барнаул прирастет как минимум тремя новыми дорогами. Тремя участками новыми дорогами. Ну их можно же все равно, это дорога так или иначе, да? Можно дорогами назвать. А где уже ведутся работы и где еще они предстоят? В настоящее время работы у нас ведутся из 20 объектов. Мы зашли уже на 11. Работы ведутся по объектам строительства. Это 65 лет победы, улица 280-летия Барнаула. Зашли, конечно же, на улицу Северо-Западную, улицу Фурманова, улицу Короленко и улицу Чернышевского. Ну и другие участки основные я назвал. Еще раз давайте подчеркнем, сколько в общей сложности километров благоустроится в этом году, да, по нацпроекту. И когда завершатся последние работы? Вот вы сказали, на один из объектов зашли, еще к другим присоединятся. Это прям вот совсем конец сезона получается? Ну, будем говорить так, что в рамках проекта у нас будет отремонтировано чуть более 24 километров уличной дорожной сети. По всем объектам разработаны графики производства работ. В ближайшее время у нас начнутся работы в квартале еще Невский, это улица Новгородская и улица Островского. В соответствии с графиками производства работ, окончательные работы у нас по объектам должны завершиться в конце сентября текущего года. Но мы понимаем, что объекты будут сдавать уже к середине лета. Мы увидим первые объекты, которые будут завершены и готовы к сдаче. Объектов вот только по этому проекту немало. Есть еще и другие программы, да, и мы знаем. Вот скажите, как с точки зрения перекрытия движения, насколько продуман этот момент, что будут испытывать неудобства наши водители или нет? К сожалению, неудобства мы все, как жители города Барнаула, во время проведения работ в той или иной степени мы будем испытывать. Основные, конечно, такие трудоемкие работы, требующие перекрытия, мы будем стараться проводить в ночное время, чтобы создавать меньше дискомфорта для жителей. Но вот ради такой цели достижения 85% дорог, соответствующих нормативным требованиям, я думаю, что мы можем потерпеть. Конечно, мы будем стараться минимизировать эти неудобства посредством изменения графика работ, именно дни проведения работ, перекрытия будем стараться на выходные дни. Все это, конечно же, необходимо нам синхронизировать с проведением и текущего ремонта, и синхронизировать с теми работами, которые проводятся на уличной дорожной сети и коммунальными службами, сетевыми организациями. Будем стараться минимизировать эти неудобства. Где-то в ближайшее время какие-то дороги будут перекрыты? Ну, самые большие неудобства, конечно, будут, и мы это обсуждали с администрацией района, и встречались с жителями микрорайона дружно. Потому как там работы более масштабные, связаны со строительством, там дорог нет, будет где-то ограничены въезды в кооперативы, в гаражные, ограниченный въезд, может быть, в дворовые территории. Но все мы это обсудили, то есть полностью жителей мы не запрем, то есть возможность подъехать мы дадим. Но какие-то неудобства, мне кажется, стоит будет. Ну, я думаю, если вы с людьми обсудили, в общем-то, они с пониманием, наверное, относятся к этим моментам. В любом случае их нужно пережить ради общего блага, да? Конечно. По еще одному национальному проекту спрошу вас, знаю, что в этом году, опять же, предстоит немалый объем по благоустройству парков. Вот расскажите об этом направлении. Что будет сделано? Парк Изумрудное уже у нас находится на завершающей стадии благоустройства. Там будут дополнительно сделаны пешеходные дорожки, установлен павильон, шахматы, будет сделана парковка возле ледового комплекса «Мотор», будут проведена высадка деревьев, ну и другие работы. Самые масштабные будут работы, проведены в парке юбилейном, это третий этап уже реализации восстановления парка. В первых этапах, если мы делали в основном пешеходное сообщение, велодорожки, было сделано освещение, видеонаблюдение, поставлены лавочки. Сейчас уже происходит зонирование этого парка, будут сделаны зоны для активного проведения времени, для спортивных мероприятий, будут сделаны зоны для игры в волейбол, баскетбол, футбол. Для активной зоны это будет скейт-парк, велопарк, будут сделаны детские уголки, спортивные площадки. Конечно же, не забудем здесь мы и про зону для выгола домашних питомцев, собак. Парк, бывший парк имени Ленина, общественная территория, находящаяся в границах энтузиастов Ленинградской и Антона Петрова. Это начальный этап. Здесь, конечно же, в первую очередь нам необходимо сделать пешеходное сообщение, велодорожки и сделать какое-то основное освещение. И после этого уже второй, третий этап будут такие более масштабные, будет проводиться более комфортные работы для жителей. Ну, основное, конечно же, сделать пешеходное сообщение. Благодарю вас за такие обстоятельные ответы. А для зрителей напомню, что сегодня о ремонте дорог по национальному проекту, а также о работах по благоустройству общественных территорий нам рассказал заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...